В прямом эфире на телеканале репортер новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. Очередная попытка штурма санатория Лермонтовский. Сотрудники и пациенты здравницы перекрыли вход. Однако новый директор с помощью охранной фирмы пытались войти на территорию. В очередной раз путем преградили сотрудники, пациенты, активисты и неравнодушные горожане. Полиция решила остаться в стороне от конфликта. В 6 утра здесь началось следственным управлением ГОНП национальной полиции Одесской области следственные мероприятия. Остальные полиции и спецподразделения осуществляли охрану публичного порядка, чтобы следствием никто не мешал. В 9 утра нам поступил звонок на линию 102 о том, что здесь исполнителям мешают проводить исполнительные действия. Поэтому также здесь и проводится в настоящее время охрана публичного порядка с целью недопущения конфликта между противоборочными сторонами. Ну а корреспондент репортера Константин Гречан из 7 утра находился в санатории Лермонтовске. Он сейчас готовит более расширенный репортаж с места событий. Мы его вам обязательно покажем в следующих выпусках новостей на репортере. Подробности ночной перестрелки на 10-й станции Большого Фонтана оказалось, что стрельбу в звездочном отеле устроили сотрудники двух охранных фирм. Обе представляли интересы учредителей, между которыми и вспыхнул конфликт. Днем в холл гостиницы «Вилла-ля-премьера» вошли охранники одного из собственников отеля. К вечеру между учредителями возникла перепалка, переросшая в стрельбу. По данным правоохранителей, травматическое оружие применили сотрудники обеих охранных фирм. Пострадали двое участников перестрелки, их отвезли на каретах скорой помощи. 20 участников конфликта задержаны. Открыто уголовное производство. Ранее между учредителями гостиницы «Вилла-ля-премьер» был хозяйственный спор. Две стороны привлекли охранные структуры, между которыми сегодня на территории данной гостиницы и частного дома произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. По данному факту, открыто уголовное производство по статье 296 части 4 Главного кодекса Украины. Ответственность за данное деяние до 12 лет лишения свободы. В Одесском порту пресекли попытку нелегального экспорта Шрота подсолнечника. Подозрение таможенника вызвало подпись в документах на фирму экспортера, директор которой умер несколько месяцев назад. Из Одессы Шрот планировали доставить в Таиланд. По словам замначальника Одесской таможни Семена Кривоноса, стоимость груза составляет 250 тысяч долларов. Контрабандистам грозит конфискация товара и огромный штраф. Это Сонечниковый Шрот, это Макуха Сонечника, а также зерно фуражные, которые следовало приблизительно в количестве 50 контейнеров в СССР. При анализе документов, поданных до методов формирования, установлено, что директор этой компании, экспортера, фактически, который экспортует это зерно, он, 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 онахаряно. Субтитры делал DimaTorzok В программе – выставка спортивного оборудования и соревнования по кроссфиту. На верхней площадке морвокзала у нас будет проходить Одесса-атлетик-челлендж. Это соревнования по многофункциональному многоборью, известному как кроссфит. Это направление сейчас набирает обороты. На 10 сентября запланировано открытие восстановленного после пожара музея футбола на Маршала Жукова. В детско-юношеской спортивной школе на Пушкинской откроется музей памяти Бориса Литвака. На трассе здоровья заработают новые спортивные площадки для баскетбола, кроссфита, воркаута, для людей с ограниченными возможностями и детские игровые зоны. С 18.00 до 23.00 у нас будет проходить на двух парковках торговых центров «Сити-центр» на Таирово и на поселке Котовского два спортивных фестиваля с концертом в завершении фестиваля. То есть с 18.00 у нас начинаются активности, будут работать пять спортивных зон. Ну а начнется празднование Дня спорта футбольным матчем между депутатами гурсовета и членами исполкома, который состоится в пятницу, 9 сентября в 5 часов вечера на стадионе «Спартак». Ну и на этом пока все. Спасибо за внимание и до встречи. Продолжение следует...